В Восточном Казахстане проходят сборы артиллерийских подразделений регионального командования «Восток». В них принимают участие военнослужащие четырёх гарнизонов. Вот уже третью неделю они на практике отрабатывают теоретические знания. На учениях побывал и наш корреспондент Руслан Шакобаев. Под семеем развернулся настоящий палаточный городок. Здесь в полевых условиях проживает около двух тысяч военнослужащих. Все они прибыли сюда из различных гарнизонов на ежегодные сборы артиллерийских подразделений. В это время в нескольких метрах от палаточного лагеря проходит учение. Командиры бригад отрабатывают навыки по огневому поражению целей. Выстрелы орудий слышны далеко за пределами полигона. Всего в сборах принимают участие порядка 600 единиц военной техники. Я оцениваю подготовку данных сборов на не ниже, чем хорошо. Стрельбы, боевые тактические учения проводятся как днем, так и ночью с участием офицерского состава всех уровней управления. Как от управления командующими войсками, так и заканчивая тактического звена. Одновременно со сборами руководство регионального командования «Восток» организовало пресс-тур для представителей СМИ. Журналисты смогли воочию увидеть армейские будни. Но перед тем, как подпустить пишущую братью к боевому оружию, их облачили в индивидуальные защитные средства. Одевается бронежилет достаточно легко. Весит он 12 килограммов. Его конструкция выдерживает не только выстрелы из огнестрельного оружия, но и взрывы ручных осколочных гранат. Сам бронежилет казахстанского производства. На военном полигоне журналисты провели целый день. Если одни упражнялись в стрельбе из огнестрельного оружия, то другие смогли покататься на бронированной машине «Орлан». В целом все нормативы «Акулы-Пера» сдали на отлично. А вот у военнослужащих еще все впереди. Сборы артиллерийских подразделений продлятся до 8 августа. Руслан Шакобаев, Анатолий Тернов, Медитумирханов. Восточно-Казахстанская область. Хабар-24.